Привет, друзья! Привет! Сегодня мы будем пробовать сладости, которые нам прислали из России. Да! Для тех, кто не знает, наши дети американцы русского происхождения. Они родились и выросли в Америке и никогда не ели вот такие вкусняшки из России. Да! Мы здесь покупали сладости в русском магазине, но это были сладости, которые специально изготовлены на импорт. А вот которые едят в России именно, мы никогда не ели. И сейчас на попробуем! Да! Так, ну что, Никита, первый выбирай, что будешь пробовать. Что хочешь? Так, давайте, у кого какие предположения? Называются мяфли. У кого какие предположения, что это? Мини и вафли, получается мяфли. Мини-вафли, да? Да! Мяфли! Давайте, Никита, открывай. Мяфли! Так, знаете, это похоже на те вафельки, которые мы здесь печем, только маленькие, да? Да! Ну как? Вкусно? Похоже на те вафельки, которые я пеку? Нет, не сильно, они какие-то молочные. Мам, помнишь, ты нам пекла такие маленькие? Мам, помнишь, ты квадратные вафли нам пекла? Ну вот я про это и спрашиваю, похоже на них? Да, похоже, да, очень похоже. Такие молочные, очень вкусные. Вкусные. С сахаром. Утро можно так намазать чечень-нибудь. Нравится? Мам, можно взять две вафли, на мяфли, на мяфли, на мяфли, на мяфли, на мяфли, на мяфли, на мяфли. Хорошо, а если в Америке такие продавались, вы такие покупали? Да. Ну, такие не продаются. У нас появится немножко других. Коль, стоп! Нам еще много пробовать всего. Коль! У нас в Америке киндер-сюрпризов нет. Яйца! Мам, не! Хоть и разбитые, но вкуснее. Чуть-чуть помялись. Видишь, не доехали они целыми до России. Но ничего страшного. Сонечка, вот еще. Бери, Сонечка. Ля, Коля отдал Соне. Здесь еще вот есть. Мам! Ля, уже раскрыли сразу. Мам, смотри, игрушки. Маша, имелеть. Маша, имелеть. Слушайте, у нас уже у наших детей нет. У них не было никогда игрушек, Маша, имелеть. Открывайте, давай, открывай, подистили. Это кисточка. Кисточка? Ого. Медведь за камень. С кисточкой, да? Да. Медведь. А у тебя что тут такое? Это там под шапкой кисточка. Это кисточка здесь. Погоди, а ты с какого мультика, откуда персонаж такой? Какой-то волшебник. Мам, это можно рисовать, потому что тут, смотри, вот так нужно намочить эту штучку, вот так делать, и это можно рисовать. У меня кролик. Кролик? Да. Это из Маши и Медведя тоже, да? Да. Классный кролик. Кролик. Кролик нет. Так, и здесь есть наклейки. Это моя мечта. Спасибо. Спасибо, тетя Медведь. Спасибо. Можно вот так крутить вот здесь. Ой, юла четырехногая. Соня, выбирай. Выбирай, что захочешь. Так, у кого-нибудь есть идеи, что это? Я вот вижу здесь мишек вот таких. Это какие-то мишки, шоколадные. Это мягкие мишки, шоколадные. Или огромный один мишка. А, это как пирожные какие-то. Они мягкие. Все не вытаскивай, не надо. Четыре. Достань. И все есть не надо. Слушайте, а там внутри что-то. Там внутри оказывается можно делать. Дайте мне одну. Сейчас, прежде чем начнете есть, я вам кое-что покажу. Вот это все надо вырезать. Мишку, его можно будет поставить. Такой футбольный человек. Так, свисток. И все это можно будет сделать. А вот одежда одевается. Смотри, кстати, я тебе рассказывала у нас в детстве. Была вот такая одежда. Она там загинается вот тут. И одевается с помощью. Мяч можно сделать. Вот эти две соединить. Вот еще, да? Да, надо идти. И будет мяч. Короче, вот это нельзя рвать. Здесь играть целая классная. Это какое-то пирожное, да? Да. А внутри, наверное, шоколад. Я думаю, что внутри шоколад. Это тесто. Это пирожок какой-то, да? Это пирожок Мишка. Давай отпустим. Он липкий. Да, он липкий, наверное, очень сладкий. Я думаю, что очень вкусный. Шоколад внутри, да? Что-то невероятное. Значит, если в магазине какой-то шоколад. А в голове внутри? Там шоколад внутри. Что скажете насчет этой сладости из России? Хотели бы, чтобы было такое в Америке? Да. Так, не советую все съедать, иначе мы лопнем от сладости. Потом доедите. Я тут откусила ухо. А я уже доела ухо. Это было вкусно. Коля, теперь твоя очередь. Что ты? Предлагаю вот эти больше не открывать, потому что мы, в принципе, уже поняли, что это такое. Просто, видимо, разные начинки и разный вкус немножко. Это что? Потому что мы сейчас, во-первых, объедимся, а во-вторых, чтобы у нас было побольше не открытых сладостей. А этот с малонгол, он почти весь шоколадный. Только лапки и молоко. Вот и лепсики. Чупа-чупсики. Ну, это не чупа-чупсы, а русские леденцы просто. Смотрите здесь. Со вкусом клубники. А мне... Со вкусом яблоко. Дайте мне яблоко. А здесь апельсин, я думаю. Да, апельсин. А какой вот это? Давайте разных вкусов. Четыре штучки откроем. Апельсин беру. Я... Это какой? Я к умнику беру. Это вишневая начинка. Вишневая? А я к умнику беру. Так, давайте, открывайте и посмотрим, что тут за вкус и как выглядит. Короче, у нас в Америке леденцы уже давно сильно ненатуральные. Красители, сахар плохой или даже не сахар, а кукурузный сироп. Так, можно я понюхаю? Ну, такой не сильный запах. Это уже говорит, что... Не такие химические, как наши. Да? Запах не сильный, поэтому это уже радует. Наши американские такие сильные эти, ароматизированные синтетическими какими-то ароматизаторами. Похожи на американские? Немножко. Ну, леденцы есть леденцы, да? Немножко. А какие лучше? Эти. Такие лучше. А когда я сосу американские чупа-чупсы, тогда у меня там в горле такое чувство с ними, а от них такое же чувство, но маленькое. И это лучше. Ну, вот эти два... Это просто сахарные вкусы не брали. Вот эти не пробуем. Значит, мамы не пробуем. Очередь Никиты выбирать на пробу. Я буду. Это? Что это? А это какой-то детский сувенир. Это шоколадные зверюхи какие-то. Сделано в волшебном лесу. Маслабо. Волшебном лесу? Здесь четыре фигурки. Носорог, лев, кролик и собачка. Мы посмотрим, что они с собой представляют. Мам, я конфету буду. Ну, такую штучку возьму. Давай все конфеты возьмем. Возьмите по одной конфете, по одной штучке. У, у меня сова. У меня сова. Сова? Это просто шоколад или внутри начинка? Не знаю. Это уже сова. Все с совами, да? Начинка! Сова! А они прям настоящие. Начинка! Показывай. Начинка. Можно я откушаю? Маленький кусочек. Мусенькая. Она такая. Мы такую когда-то едем. На ромашку похож на русскую. Да, на ромашку похож. Договоримся. Когда вы почувствуете, что все уже не хотите сладости есть, мы остановимся и сделаем педрюлю. Хорошо? Да. Давайте кто-нибудь. Один. Откроет вот такой у коковки. Я! И посмотрим. Я открыла. Ладно, Коля. Фигурка. Лев. Лев? Да. Можешь вкусить? Попробуй. Какой он тоже? Как ромашка или как что-то другое с начинкой? Тоже начинка, да? Ромашка. Тоже ромашка, да? У нас папа любит эти конфетки и ромашки. Лизина очередь. Да, я люблю. Так. Батончики Ротфронт. Ой, дети, как я любила эти батончики в детстве. Я думаю, что вы такие тоже уже когда-то пробовали. Я думаю, что вам будет знакомый вкус. Да. Новогодних подарков вы, наверное, пробовали из русской церкви. Я вот эти помню. Это с орехами. Это уже чуть-чуть полное. Я чуть-чуть попробую. Не, не знаю. Вкусные? Это швы. Свежие. Мама, это тебе. Это как будто просто пеноватор, только такой сладкий и он там такой свежий. И я его люблю языком. Короче, со вкусом арахиса и сухого молока. Вкусно очень. Дети, скажите, в американских конфетах есть что-то подобное с таким вкусом? Не, не очень. Ну, только пеноватор, это все. Моя очередь. Ого, птичье молоко. Дело в том, что Соня из русского магазина любит птичье молоко. Мы редко покупаем, может быть, раз в два года где-то, но Соня их помнит. Соня их ест. Соня, сразу же глаза заблестели. Смотрите, как блестят глаза у Сони. Кроме того, не видишь, разные кузнечное, белое, ванильное, видимо, и шоколадное. Тирамису. Тирамису и кофейно-сливочный вкус. Я вот такие. Я попробую вот это тоже. Ту-ду-ду-ду. Что это такое? Это не стало. Слушай, они, видимо, поклавились. А какие какие? Я думаю, что по дороге, пока их доставляли, они чуть-чуть поклавились. А какие какие? А я откуда знаю. Вот видно, что вот это белое. Может, они все белые? Слушай, у меня шоколад. У тебя клубничный, да? У меня шоколад. Мам, а у меня клубничный. У меня шоколад. Единственное, что шоколад расплавился и застыл. Мама, говори мне после чего это чай. Чай хотите? Сейчас сделаю. Можно. Теперь я выбираю. Слушай, а что это вот это? Веселые грибочки. Где веселые грибочки? Коля выбрал Левушку. Конфета. Покажи. Вкус и качество, проверенные годами. Карамелька. Да, внутри начинка. Ну-ка, дай-ка гляну. Берем. Смотри. Я такое когда-то ел. Ел где? В России? Какой-то такой вкус. Это может быть похоже на зефир, да? Зефир. Тоже зефир. Мы покупали конфеты, которые называются какой-то там зефир. Шоколаде. Они были в индивидуальной упаковке из русского магазина. Белая начинка там внутри, розовая. Да, да. Ну вот эти очень вкусные. Потому что помнишь, как мы зефир наявили? Спасибо, тетя Ии. Спасибо. Так, короче, Лиза уже почти сдалась. Она больше не хочет. А старшие говорят, что еще хотят попробовать. Кстати, вот эти трубочки, мне кажется, они подобные. У нас есть какие-то американские, да? Американские, а русские мы такие не пробовали. У нас в Америке такие делают. Давайте одну разломим на всех. Давай. Ладно, давай. Одну разломим. Половинку. Размелись. Это как раз по половинкам. Поэтому может по маленькому кусочку взять и попробовать. Это маленький бамбук. Это все-таки в посылке. Это бамбук. Бамбук. Бамбук маленький. Здесь весной орех, а я его обожаю. Целые, весные, целые. Похож на нутейла начинка? Чуть, чуть, чуть. Вообще не похожа. Я помню. Я помню такие. Ну на вафли похожи. Я помню, когда очень маленькие такие ела. Когда я во втором классе, я эти ела. Но это были не русские. Да. А эти русские, и они с весной орехом намного вкуснее, чем американские. Американские очень сладкие. Прям сахар один какой-то. А это больше вкуса орехов и менее сладкие. Вот эти классные. У американцев такие длинные. Они длинные, но очень сладкие. И они более твердые какие-то. Вот эти более мягкие. Не то, что мягкие, а они более нежные. Теперь я выберу, что попробовать. А то еще выдал. Ого, амурские какие-то. Сананасом в моем детстве такого не было. Ананас? Сананасом. Так, я одну конфету разрежу на вас на всех. Кстати, конфеты тоже эти подтаялись. Все-таки летом шла посылка. Видимо, жарко было где-то. Растаяли конфеты. Жалко, конечно. Так выглядит. Берите, дети, кусочек. Такие уже кислые. Вкусненько. Такие, Саня, вкусные. Это на любителя, да. А это, ну, такой. Саня, тебе понравилось? И фантик красивый. Соня теперь фантики будет собирать. Лучше, да? Как и ваша без смешариков. Он собирает коллекцию фантиков. А ты, я сочку, кружку не столкни. Давай. А там много еще? Осталось нет, не много. Поэтому, я думаю, справимся. А почему их-то не хочет банфетти попробовать? Я такого ни разу не пробовала. Из арахиса. У нас есть наподобие в Америке тоже вот такой формы, как шляпы. Что-то с арахисом какие-то, да? Я забыла, как они называются. Значит, они будут вкусные. Мама, слушайте, это классно, вкусно. Может, так можно открывать? Так, классно. Так. Мама! Какая прелесть! Мама, Марина такие ест. Марина ест? Откуда она их берет? Я не знаю. Они тоже склеились. Жарко было посылки. А, они даже нет. Но мы такое впервые. Видим и видим. Кушайте, пробуйте. Вкусно. Это нам печенье с шоколадом. Ты помнишь, как те мишки? Как мишки, да? Ну, подожди, мишки мягкие, из бисквита. Это хрустящее. Дай-ка я попробую печенье. Нет, мам, в котором мы покупаем мешочек. Панды! А, панды! А, попробуй. Давайте откроем панду, покажем для сравнения, что на вкус очень похоже. Практически одно и то же. Вот так, американские панды. Тесто абсолютно такое же, как в грибочках. И начинка тоже шоколадная такая же. Такая, смотри. Прям вкус абсолютно один в один. Американцев можно есть панды, а русских можно есть грибочки. Да, вот так, да. Так, ну там остались какие-то батончики и нуга вот эта. Я хочу вот этот батончик попробовать. Батончик? Я не буду батончик. Так, нуга с малиной и арахисом. Я предлагаю по маленькому-маленькому кусочку всем попробовать, просто для вкуса, чтобы узнать, что такое. В Америке я ничего подобного не видела. А вот это, я думаю, у нас по-настоящему будет вкусно. О, оно розовое. Пробуйте. А, здесь разные кусочки орешков и... Здесь орехи и еще что-то, да? А, малина. Да. Ну-ка давайте. Мне интересно, что вы скажете. Я не пробовала, даже не знаю, что там за вкус. Тесто малиновое. Тесто? Так, это тесто малиновое. Вот эти орехи такие, оно очень вкусное. Так это тесто или конфета? Конфета. Смотри. Так, Соня, включай по выражению лица, как будто тебе не понравилось, да? Да, не совсем. Смотри, вот это такое мариновое. Лиз, тебе? Я и век не ела. Коль, тебе понравилось? Да, оно такое. Я бы это ел. Я бы не ел. Никит, ты бы это ел? Да. А майку ты не хочешь одеть? Нет. Я это обожаю. Я эти все три бакончика. А я мама. Ну да, это вот это на любителя. У нас еще осталась вот такая с миндалем и с клюквой. Клюквой? Вот такие какие-то вафельки, видимо, да? Остались. А вот эти, вот эти. И нуга. Пробуем с нугой бонфетти. Такое мы ни разу не пробовали. Интересно, она тоже соленая. Выглядит это вот так. Я даже не подозреваю, какой это вкус. Давайте одну по маленькому кусочку совсем попробуем. Вот это другой вкус, это вкусно. Смотри, оно такое... Вот это не соленая, резиновая такая чуть-чуть, как жевательная нуга. Вот это вкусно. Это очень вкусно. Оно как ромашка, только как этот батончик. Вот тут. Ну, короче, в Америке ничего подобного. Вот ничего подобного вот этому точно нет. Можно больше. Что я заметила, что Зея бренд какой-то. Когда я жила в России, такого не было. Давайте зрители попросим, чтобы они написали, что это за бренд, когда он взялся и откуда вообще, где это производится. Такие нежные вафельки посылать в Америку не стоит, потому что они вот так вот доходят. Но я думаю, что это очень нежный вкус. Давайте по маленькому кусочку отламывайте. Я думаю, что это очень вкусно. О, здесь уже отломался один кусочек маленький. Вафли с молочным вкусом, с таким сильным. Я даже его не попробовала совсем. Очень вкусно. Только было те штукованные там, да? Какие? Такие. Хрустики эти. Тоня сказала, что это похоже на вкус. Вот на эти кукурузные палочки из русского магазина. Мы недавно купили. Да? Очень похоже. Да, похоже, только вкус кукурузы нет. Это потому, что они раскрошились. Подороги превратились в пудру. Дети, ну подождите. Ну еще пробовать надо. Еще одну сейчас. Наедитесь. Это чуть-чуть, но в огромном. Сейчас этим можно наедиться. А я... Так, ну и последнее. Я уже открыла. Открыла уже? Это тоже нуга, миндаль и клюква. Я думаю, что это будет кисленький вкус. Это вот последнее из сегодняшнего. Давайте. Давайте. Ау! Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Я знаю Сонина мнение. И именно из-за сухофруктов. Она не ест их совсем. Ням-ням-ням-ням. Паша, какая-то как будто опять? Паша. Вот это. Только не распечатанное. Ой, распечатанное. Это не распечатанное. Коль! Мне очень понравилось. Понравилось? Да. 10 из 10? Больше. Ла-ла. Это что значит? Ла-ла-ла-ла-ла-ла. 100 миллионов из 10. Тебе вкусно? Да. Теперь смотрите, чем все это закончилось. Спасибо, тетя Ия. Спасибо. Спасибо. Это было очень вкусно. Дети, какая из конфет больше всего впечатление на вас произвела? Моя любимая. Мишки. Мишки? Можно мне мишку? Не, мишки, 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 мишки. Да? Мишки самые вкусные? Да, мишки. Вот эти мишки, да? Нет. Самые вкусные. Но они самые необычные. В Америке таких нет. Так, все, давайте заканчивать. Дорогие друзья, если вам понравилось наше видео, то... Поставьте лайки. Спасибо, что вы все это время были с нами. До свидания. И мы выжили, что мы... И спасибо, тете Ии. Спасибо. Точно так делали. А, это мои волные конфеты теперь. А теперь... О-о-о-о... О-о-о-о... О-о-о... О-о-о... Продолжение следует...